Каждую субботу кулинарные путешествия, интересные гости и новинки из мира кулинарии. Не пропусти программу Азбука Вкуса. Включайся! Хорошего настроения у нас много! Спонсор показа Бико. Новая встраиваемая техника Бико, вдохновленная красотой природы. Бико. Новый ассортимент встраиваемой техники от Бико, вдохновленные красотой природы. При более пристальном взгляде технология продукта тебя удивит. Сохраняет витамины А и С в овощах и фруктах в течение длительного времени и помогает готовить на высочайшем уровне. Бико. Гармоничное сочетание дизайна и эффективности. Для здорового образа жизни. Вдохновленные красотой природы. Техника Бико. С гарантией 5 лет. Бико. Новая встраиваемая техника Бико, вдохновленная красотой природы. Эта эмисиона е спонсоризата от Кауфланд. Всем привет, дорогие друзья. Программа А звука вкуса. Весеннее настроение. Хорошее настроение, потому что, естественно, весной мы предвкушаем чего-то такое очень доброе, милое. Расцвет цветочки продолжают набирать силы для того, чтобы дать нам потом фрукты, овощи, плоды. И мы их, естественно, могли съесть. Вот такой вот у меня финал этого такого доброго начала. Сегодня в студии у нас Саша и Никита. Привет. Привет. Причем, я так понимаю, по Никите мы немножко скучали за Никитой, но у нас так это было. Саша у нас в дебюте, да, сегодня у тебя премьера. Тут, да. Да, да, на кулинарном программе. Кушать любишь? Люблю. Что обычно ешь? Я стараюсь правильно питаться. Понятно, что сладости... Сидя ты имеешь? Да, да, да. Не, но сладости и, конечно, пироги, что-то такое вкусненькое, это обязательно. Я думаю, сейчас кажется, сладости, пироги я вообще-то не ем. Я сегодня пришла Никите просто помочь. Зачем я взял эту бумагу в виде микрофона? Так, друзья, действительно, посмотрите, вам кажется, что у нас сегодня скудное меню. Вам кажется, вот из чего вы будете готовить? Ну, во-первых, конечно, начнем с самого приятного. У нас есть стакан растительного масла. Кто начинает... Бодрить с утра. Вообще, просто стакан... Вот эта плита, молодец. Один раз нажал, уже включилась. Так, стакан растительного масла. У нас есть орехи грецкие. У нас есть... Не знаю, как вы, но я обожаю этот аромат. Горица, да. Причем она имеет еще очень классный эффект для всех тех, кто стремится как-то удержать фигуру, бодрость придает и помогает метаболизму. У нас есть, смотрите, у нас есть 3 столовые ложки меда искусственного, меда натурального. У нас есть... Скажете вы, нет, это сода. Вот, у нас есть яйца. Я, честно, кажется, играю в какой-то пазл, да? Да, получается. Потому что нам можно все показывать. У нас есть секретная камера, мы еще показываем все это, да? Вот, это все. И, естественно, с добавлением муки, которая нам понадобится, это все, естественно, где мы нашли в сети магазинов Кауфлэт, потому что у них там не только доступные цены, скидки, всевозможные акции на все продукты питания, но в том числе даже и товары для хозяйственных нужд. За это им спасибо большое. Мерси, Буку. Так, так сказать, начало положено, уважаемые дамы и господин. Да. Это про нас. Корица, кстати, вот как раз это про меня. Правильное питание, оно нужно, все необходимо. А, да. Можно проснуться, когда есть корица, прийти к нам и просто удивиться. Сейчас у нас пирог будет готовиться, извините за уторение, но просто вот так вот. Смотрите, у нас есть таблички, это сейчас у нас есть свежеиспеченная. Я прям, смотри, я прям отсюда достану, как будто у нас, да-да-да-да, свежеиспеченная история. Посмотрите, написано good deeds day, это уже стало реально классной традицией. Здесь, честно говоря, мы, ну, скажут, это что за реклама? Так, уважаемый Координационный совет по телерадио, вещанию. Это не реклама, это абсолютно социальная история, которая в себе несет только благо, добрейшее добро в мире. Расскажите, пожалуйста, про что это, а я буду готовить всякие аксессуары для нашего пирога. И сейчас мы к этому тоже подойдем. Вначале что такое good deeds day? Good deeds day или день добрых дел, он ежегодное такое мероприятие, благотворительное, не благотворительное, а волонтерское мероприятие. Потому что каждый год мы собираем огромное количество волонтеров, чтобы в один день сделать много-много добрых поступков. В этом году это 14 апреля. Мы, наконец-то, попали в дату Всемирного дня добрых дел, потому что проходит он с 2007 года. И начался он в Израиле в организации Руах Това. И мы уже, как республиканский волонтерский центр, являемся официальным партнером 9 год уже подряд. И, кстати, 14 апреля – это всегда для меня, например, дата чего-то супермасштабного, потому что в 2018 тоже был 14 апреля, когда я впервые принимала участие. Он был супермасштабный в этом году, и уже на протяжении трех лет я тоже продолжаю принимать участие. Для меня 14 число – это что-то масштабное. Я думаю, что мы превзойдем себя, и результат нас очень порадует. Это всегда очень радует, потому что мы тоже стараемся не останавливаться на достигнутом, развиваться, улучшаться. Нам сегодня в том числе поможет тоже достижение человечества техника Бекос, который нам готовится легко, как я говорю, потому что все, что происходит, в том числе в технологическом прогрессе, тоже все взято из жизни, из природы, находят всякие штучки, всякие технологические решения. Так, и запомнили 14 апреля, потому что я, конечно, задам следующий вопрос чуть позже, что именно происходит в этот день, как людям проявлять свое добро, и что значит день добрых дел. Это надо где-то собраться, или можно у себя во дворе что-то сделать, или надо позвонить Никите и Саше, или короткое смс-сообщение с текстом «Да, держи добро», отправь это сообщение 20 твоим друзьям, дай тебе будет счастье. Нет, у нас есть еще один повод, посмотрите, во-первых, ребята пришли не с пустыми руками, и девчата, вот, принесли книгу, то есть это 40 рецептов моей еврейской бабушки, это прям реальные, не просто рецепты, что самое интересное, а к рецептам есть своя еще уникальная история. И не одна, это книга, которая была создана в 2019 году, это проект республиканского волонтерского центра, где реальные бабушки и дедушки рассказывают свои рецепты. И по этим рецептам волонтеры вместе с пожилыми членами общины готовили эти рецепты, и сегодня один из них мы приготовим здесь. Так, говорите, страницу. Все рецепты передавались, которые с поколения в поколение. Какую страницу готовим сегодня, скажите мне, пожалуйста? 38-я, если мне не ошибаюсь. Нет, правильно, правильно. Не шибла память сегодня. 38-я, так, вот, дорогие друзья, 38-я страница, мы готовим темный медовик, читаю сверху вниз, в обратную сторону, а так на иврике и читаю. И так, 5-й яиц, 5-й яиц, значит, нам понадобится 5-й яиц, со склонениями плохо, знаете, ну, читаю, читаю, значит, 5 яиц, 350-300 грамм сахара у нас есть, мы тоже перечислили, значит, мед есть, мы перечислили и искусственный, и натуральный, растительное масло, пожалуйста, хоть стаканами пейте, столовая ложка соды, так, 350-400 граммов муки, это сейчас я за ней пойду, и орехи. Тогда я предлагаю сделать так, держите, Саша, сейчас две секундочки, начните тогда, пока мелко нарезать уважаемые, Никита, тогда орехи, я тогда за мукой, мы сейчас с Сашей будем их, собственно говоря, эту муху просеивать, да, и я думаю, что для орехов нужна будет еще одна дополнительная миска. Я ее сейчас прикрепно принесу. Так, нам нужен какой-то утяжелитель, давай вот мы... Хорошо, подходит. Так, честно скажу, блюдо действительно как у бабушки, есть такая знаменитая шутка, да, что внук поставил бабушку в тупик и сразу приехал толстый, да, вот. Я не знаю, почему у бабушек все вот настолько вкусно, и действительно очень много всевозможной выпечки всяких, таких вот плюшечек каких-то вкусных, я не знаю, есть ли у вас какие-то воспоминания о вкусах бабушки, то есть чем вас бабушки кормят? Первое, рассказывает Саша, потому что у него точно есть. Да, у меня есть, моя бабушка очень вкусно всегда готовила, и на самом деле так, как готовит бабушка, неважно, ты готовишь по тем же рецептам, но все равно. Что-то не то, да? Все равно совсем-совсем не так, и это был торт Сникерс. То есть бабушка уже знает рецепт Сникерса, ты представляешь, Никита, какой я взрослый, вот, потому что моя бабушка не готовила торт Сникерс. Она готовила мне гренки. Гренки это тоже вкусно. У меня прабабушка очень хорошо готовила, причем так как она была ветераном войны, естественно, она могла приготовить из всего что угодно, и очень вкусно. Она очень вкусно готовила пельмени, но больше всего мне нравились ее плюшки, вот я сейчас говорю, о слюна возжой. А-а-а, ты поймал этот вайп сейчас, да-да-да. Мне кажется, если Саша накачает правую руку, бойся ее в ближайшую неделю, пока не отпустит. Сначала руки накачает, она уже здоровая, судя по корице, это замечательно. Не, ну сейчас на самом деле мне очень круто осознавать, что, ну, современная молодежь реально готова делать этот мир лучше. То есть, опять же, всегда есть исключение, да, имею в виду, что всегда попадаются какие-то кадры, которые, возможно, не очень следуют всем этим мудрым советам. Так, потряси просто эту кружечку, да-да-да. Ну, я трясу, что ты не трясешься. Ну, судя по статистике, судя по статистике, когда мы в 2016 году присоединились к Дню Добрых Дел, у нас было 300 волонтеров. В этом году мы планируем 7 тысяч, 80 городов. Где они все поместятся? 80 городов нашей замечательной республики, вот, где будет около 4 тысяч волонтеров и 3 тысячи мы планируем в Кишиневе. Что они делают в этот день, ты спрашиваешь? Да, я вот так, мне интересно, как это проходит, как наши телезрители могут стать частью этого события, ну, я скажу, этого праздника и этого события, которое действительно несет в себе, ну, вот, созидательное, да, то есть, благодарность несет, не знаю, все, что хочешь. Есть не только, да, как Никита сказал, что 80, да, городов нашей страны, у нас есть открытые и закрытые акции, то есть, если вы относитесь к какой-то компании, ты. Саня, скажи честно, ведь у тебя же не закрытые, а открытые, да, я шучу, у тебя это из фильма, да, окей, там была Сеня, скажу, у тебя открытый или закрытый перелом, я тут как решил поймать человека, извини, пожалуйста, что перебил, да, окей. И если, получается, у тебя есть, ты учишься в школе, ты работаешь в какой-то компании, и ты можешь собрать свою компанию, то классно присоединяйся вместе со своими друзьями. Но если вдруг ты хочешь попробовать себя в чем-то новом, попробовать себя в качестве волонтера, добавляем? Продолжай мысль, добавляй, давай, это будет пока заключительное, мне кажется, больше не нужно. Ты хочешь присоединиться к движению волонтерского центра, у нас в этом году 15 волонтерских акций, ты можешь выбрать то, что тебе нравится, и стать частью волонтерского центра. То есть, здесь очень удобно, что можно как со своими присоединяться, так можно и попробовать себя со своими. Что делать надо? Сажать деревья, подметать улицы, помогать бабушкам переходить дорогу. Все, что ты перечислил, можно делать. На самом деле, уже клише стала вот эта фраза, помогать бабушкам перейти через дорогу. Они у нас сами справляются, и бабушки, и дедушки, и дороги получше, и светофоры, где работают. И даже, я знаю, что в некоторых районах города даже поменяли места, сделали светофоры, там, где были просто пешеходки, чтобы снизить все эти риски. Так, да, поэтому можно и сажать деревья, и ухаживать за бабушками, дедушками, развозить продуктовые наборы, и экологические акции, акции добра просто там одними. Это надо как-то тегать, отмечать, то есть, ну, как, вот, допустим, я, ну, в этот день, пример, чисто гипотетически, вот, хочу сам принять участие в Дне добрых дел. Вот что я должен, то есть, я, у меня есть план, я хочу, там, не знаю, прибрать, может быть, там, где-нибудь вокруг, может, посадить кустики лаванды, понимаете, может, еще что-то. Мне нужно это как, сфотографировать и привыкнуть к какому-то сообществу, нужно подписаться, допустим, на ваши инстаграм-аккаунты, смотрите, друзья, они тут. Например, до 24-го числа нужно зарегистрировать свой акцию. А, зарегистрироваться, вот, есть все-таки механизм и алгоритм. Обязательно нужно зарегистрироваться, ну, а дальше координаторы, которых у нас много, помогут вам простроить полностью логистику вашей акции, рассказать, помочь, подсказать. Ну, лучше делать это в команде, мне кажется. А что? Ну, в команде лучше. Конечно, если команды присоединятся, компании присоединятся, это отлично, это корпоративное волонтерство, это та цель, которую мы поставили в этом году. Шикардос. Согласен. Так, давайте посмотрим, что мы делаем правильно, а что мы делаем правильно. Никита, хорошо получается. Мне, кстати, хотел сказать, что, друзья, человек-мастер по нарезанию орехов, я бы так не догадался сразу их накрошить. Во-первых, он их вначале плющит, то есть я бы не догадался плющить орех. Чеснок я плющил, вот, поэтому, Никите, спасибо большое за лайфхак, буду готовить в следующий раз что-нибудь с орехами мелкими, буду так. Так, в миску разбить 5 яиц, добавить 1,5 стакана сахара и все взбить в крепкую пену. Для чего нам нужна, значит, другая миска. Ты говорил, что ты будешь разбивать. Я могу, но можешь ты, потому что тут орехов много. Ну, как хочешь, как хочешь. Это будет очень вкусно. Что, Саша, а что это? Ты же можешь. Я могу, просто он проявил инициативу. А, он хотел, ты хотел поддержать Никиту, и сказать, ладно, Никита, раз ты выбрал, делай ты. Тогда я сейчас за сахаром попрошу. А я пока разбиваю. Да, вот тебе маленький ножик. Да, спасибо. И сейчас я тебе дам, а вот сюда прям можно закидывать с карлупки, нам больше нет. С карлупой она нам не нужна. Хорошо. Вот. Итак, делаем внимание, друзья, готовим по бабушкиным рецепту, прямо из книги 40 бабушкиных рецептов, которые сегодня у нас есть, в том числе и на столе. И это реально так круто, потому что, ну, всегда приятно, когда тебе гости в гости приходят не с пустыми руками. Это прям реально вот как-то, ну, все равно приятно. Одну книгу мы тебе подарим, ладно. Спасибо. Я думаю, мы подарим тебе 38-ю и 39-ю страницу. Мы отсюда ее вырежем аккуратно, так, чтобы ты как бы, ну, не грустил, а то скажешь, что это мы рецепт приготовили. Мы хотели подарить копию, но здесь нет копировального аппарата, насколько я знаю. Заверено нотариально, да? Да, поэтому подарим книгу. Спасибо. Держи тебе салфеточки. Так, и теперь, я понимаю, нам снова понадобится ложка, поэтому снова мы обращаемся к Амук. Никите. Я могу вам дать ложку, пожалуйста. Пожалуйста. Молодец. Так, давай читать, сколько нам нужно. Так, где сахар? У нас 250-300 грамм. О, 250-300 грамм, это приблизительно с горкой. 64 ложки. Нет, нет, ну, давай, здесь, на самом деле, когда готовим пироги, раз. Сейчас, вот, мне кажется, вот где-то вот сейчас, после второй, это где-то 100. Ну, то есть нам нужно ложек 6, да? Пешный, в первую очередь, вы... В смысле, посмотрите, пожалуйста. Ты считаешь? Да, я вот так добавляю. Достаточно. Да? Спасибо тебе большое. Окей, хорошо. Так, ты смотри, получается, что теперь ложку мы отставляем, и теперь мы должны это все взбить. Да, на ложку. До белой пены. До белой пены? До белого коленя. Так, хорошо. У меня не получится. Тогда нужно будет текать белок. Ну, да. Ну, я думаю, что... Ну, из какой-то пены. Да, до какой-то пены 100% у тебя все-таки получится. Вот, я все-таки хочу вернуться к... Страницам книги. Пожалуйста. Потому что, на самом деле... Я еще раз говорю, очень вкусно звучит даже само название. 40 бабушкиных рецептов, а тем более, когда мы говорим еще про еврейскую бабушку, вообще становится сразу вдвойне вкуснее. Так, буду сейчас, знаете, как этот... Как учитель, да? Итак, яичной массе мы добавили... Что? А, нет, мы еще не сделали яичную смесь. Значит, 5 яиц и полтора стакана сахара все сейчас взбиваем в крепкую пену. Я не знаю, честно говоря, есть ли какой-то индикатор, как понять, что эта пена уже крепкая. Стоит ли на нее положить, может быть, что? Баночку соленых огурцов. И если она выдерживает, то эта пена все-таки крепкая, да? Либо пусть эта пена работает 7 дней в неделю. Тоже, может быть, крепкая пена. Да, да. Кстати, в этот день вообще как бы никто же не работает, да? По-моему, 14 февраля... О, очень. 14 апреля это же, по-моему, у нас... Воскресенье. Воскресенье. Это очень удобно. То есть вообще повезло. То есть в этом году прям сочетать... Всегда. Вроде как год високосный, а смотри, как все сошлось, да? Нет, всегда. День добрых дел всегда воскресенье. Поэтому каждый желающий... Мы специально, да, выбираем такие даты, чтобы... Чтобы люди были свободными. А тут скажут, как бы, извините, я занят, у меня... У меня... У меня, опять же... У меня задача яйца взбить в плотную, крепкую пенку, ага. Опять же, если человек не зарегистрировался на акции, но хочет принять участие в Дне добрых дел... Это тоже возможно. Это всегда можно сделать, потому что на пешеходной улице, которая будет полностью... В нашем распоряжении приятным и хорошим пониманием этих слов... Будут различные вещи, интерактивы для детей, для взрослых. Можно будет сдать кровь. А, вот это есть какой-то еще интертеймент, да? Конечно. Можно будет сдать кровь. Можно будет проверить себя на наличие ВИЧ-инфекции и так далее. То есть, есть еще наши контрагенты, кто присоединяется к нам, которые помогают нам в этот день добрых дел быть добрее и помогать всем гостям в столице. Я знаю, что этот процесс утомительный, Саша, и давай я тоже помогу тебе. Я не откажусь в помощь. Потому что я знаю, что это такое. Я как-то тоже готовил здесь по рецепту. И там написано было, вручную взбиваем белки. И я такой, ну давайте попробуем, понимаете? И я стоял и такой, ох ты что? И ты улыбаешься на камеру и думаешь, конечно, все прекрасно, это же телевидение. Это так легко дается, дорогие друзья. А у тебя уже бицепс собирает чемоданы и хочет домой. Такой говорит, нет, пожалуйста, отпусти меня, хозяин. Дай другому бицепсу тоже поработать. Так, кстати, Никита прекрасно справился с орехонарезанием. Вообще, как бы, если вы знаете, Никита изначально чемпион по орехам. Это правда. Да, да, да. Поэтому в данном случае, если Саша у нас чемпионка по... Не скажу, нет, звучит не так. Вот, то Никита чемпион по орехам. По пене, можно сказать. А, по пене, да. Пошел по пене, да? Сашенька, как вы относитесь к кофе? Кофе? Люблю. Вот корица, когда была названа корица, сразу у меня первая мысль – это кофе. Вот, можешь дотянуться до этой кружечки. Она переполнена, как моя любовь и респект вам. Это проверка, насколько, да, трясутся? Насколько у тебя трясутся руки после взбивания яиц, конечно. Не переживай, если что-то капнет, у тебя же есть, Никита. Вот, и... А я сделала так, чтобы... Вот, пей, пожалуйста, его с удовольствием. Вторую кружечку сейчас Никита может туда вот... Сбережить. Сбережить. Да, да, да. И мы обязательно во время, ну, чтобы сейчас не шуметь, наши рекламы приготовим, потому что сам кофе готовится на этом аппарате. Да, здесь помогает нам техника бекон, но вы, на самом деле, сейчас акцент делаете на самом кофе, потому что якобы с бариста здесь волшебство кроется в самих зернах. Они медленно обжаривались, и теперь, когда вы готовите этот напиток, такое ощущение, как будто вам с любовью готовит настоящий бариста. А я знала, что не надо пить. Кофе надо было прийти сюда. Как знала. Не пивала. Да, то есть не было кофе, как раз с нами. Нет? Воу! Вы посмотрите, как это круто. Сегодня у нас все практически первый раз, потому что Саша и первый раз на телевидении у нас, в данном случае на нашей программе, и первый раз пьет сразу же на нашей программе. Кофе. Кофе. А то сейчас, знаете... Люди многое могут подумать. Да, в чем фишка, что многие... А я не могу пить что-то другое, кроме кофе. Только кофе. Крепкие напитки. Потому что Александра у нас за рулем. Да, правила дорожного движения запрещают. Да. Хочет, да, такой... К сожалению, кто... Кто вот это так вот себе там эти правила... Не, на самом деле очень важно, очень важно так оно сделать, чтобы правила все-таки работали на людей, люди соблюдали правила, потому что это все-таки про нашу безопасность. Так, с кофе реально тебе большое-большое спасибо, потому что, ну, для меня это действительно такой бустер энергии, в том числе в нем очень много антиоксидантов, то есть сам кофе, он реально крутой. Так, теперь, получается, нам сюда нужно добавить мед. Мед. И тот, и другой причем написано. Интересно, да? Что-то бабушка знала по поводу. Да, люди же в какой-то момент придумали, что, значит, один мед мы добавляем, но его недостаточно. Давайте добавим еще искусственный для того, чтобы что? А это мы попробуем. Вот это что мы узнаем в самом конце, потому что, на самом деле, сейчас очень интересная история. Я действительно никогда не баловался разными видами меда, вот. Но знаю, чем я баловался точно, так это выходами на рекламу, дорогие друзья. Переключаемся, оставайтесь с нами, потому что мы дальше будем говорить о дне добрых дел. пока будем за кадром взбивать мед. Возвращаемся в «Вазвуку вкуса». У меня сегодня очень трудолюбивые гости, которые приехали, так сказать, с инициативой провести в очередной раз день добрых дел. И вот показывают своим примером, что такое добрые дела. Добрые дела, это приехать к Михаилу, значит, ведущему программы и, в принципе, делать все, что он им диктует. Спасибо. Значит, что Михаил уже надиктовал сегодня. Мы в миску разбили пять яиц руками Саши. Добавили полтора стакана сахара руками Саши и Миши. Все это взбили. Потом добавили к яичной массе две столовые ложки искусственного меда, три столовые ложки натурального меда. Перемешали до однородности. Посмотрите, все-таки правый бицепс у Саши сильнее. Далее мы просеяли муку, она у нас уже готовая. Вот, и сейчас мы вот к этой массе, да, вот сюда, мы должны добавить, вливай Александра, будьте любезны, пожалуйста. Не-не-не, не муку, к этой массе вот отсюда, да, берем. Значит, стакан растительного масла. Так. Класс. Я уже, собственно, белка. Мне кажется, так. Никита и орешки, что может быть красивее. Так, теперь туда, значит, одну чайную ложку курицы. Сейчас мы... Это я могу помыть. Давайте, пожалуйста, курицу. Саша на сегодня просто... Так, и подписывайтесь, ищите ее в инстаграме, Саша Блендер. Да, вот это... Так. Саша, взбиватель. У меня была, Саша, бумага, Саша Блендера еще не было. Да? Вот, пожалуйста, щепотку соли можете себе на руку. И потом туда. Ага. Щепоточку соли. Почему я была с Сашей бумагом? Ну, день выборов дел же у нас. Да, у меня вопрос был, почему... Кстати, вот Саша меня опередил. И у вас тоже, я так понимаю, вот вижу сейчас Валентина Ивановна на нас смотрит. Итак, почему же Саша бумага? Расскажи, Саша, почему? Ага. Потому что, понятно, что в волонтерский центр мы сортируем бумагу, пластик. Ага. И была конференция, где было много бумаги. И когда нужно было представиться, я говорю, Саша, и какое-то слово ассоциативное. Я говорю, Саша, бумага. По завершению трех дней конференции мне принесли стопку бумаги и сказали, сортируешь? Сортируй. Спасибо. То есть мне все равно, что с сегодняшнего дня записать Никиту как Никита Медовик. Да. Вот, да. То есть не Никита Трудовик, а Никита Медовик. Или десерт Медовик. Да, да, да. Смотрите, есть несколько вариантов. Кто-то добавляет соду и, соответственно, уже не гасит ее. То есть считаю, что она в сочетании уже с мукой и непосредственно со всеми ингредиентами при высокой температуре даст вот нужный эффект. Но в данном случае я не могу перечить бабушке, которая написала эту книгу, подарила нам замечательные истории и, так сказать, 40 рецептов. Поэтому соду, которая у нас есть, смотрите, ее достаточно много. То есть здесь одна столовая ложка. Мы гасим уксусом, добавляем эту всю смесь сюда. Вот она сейчас гасится. Да, очень на самом деле красивый такой эффект. Вот. И сейчас мы, так сказать, в хорошем смысле гашеную соду. Вот. Сейчас я ее чуть-чуть переб... А, все, она уже все, загасилась. Есть. Вот. Я ее добавляю вот сюда. Венчиком прямо отсюда забегай. Есть. Вот. И это все перемешиваем, потому что, на самом деле, очень важно, так сказать, сделать жидкую составляющую этого медовика. Да. Получается, конечно, сейчас очень интересная история, когда Никита уже закончил измельчать орехи. Мне нравится наблюдать, как люди работают. Я перестал читать. Да, ну, я так измельчить, это уже здесь галочка на дэдан. Окей, все. А, все, хорошо. Никита, тогда давайте мы с вами займемся формой и бумагой. Да, я тогда забираю отсюда. Вот эта форма. Форма, как и, собственно, вот призыв к дню добрых дел. Вот. Сейчас нам нужно туда выложить бумагу, где-то приблизительно вот так. Я продолжаю. Так. Так, отлично. Моя миссия сегодня вначале готовить, а потом помогать новым волонтерам готовить акции. Смотри, я, честно, хочу сказать тебе, что ты очень терпеливая, потому что я бы уже сказал, Михаил, все-таки вы ведущий этой программы, хватит. Да, на самом деле, хватит. Давай теперь сделаем по-другому. Теперь нам нужно из этой миски добавить все в эту миску и, в принципе, перемешать. И потом мы, естественно. Ложечкой. Ты думаешь? Или мы будем сюда? Что, куда? Так, сейчас, разве... И по себе добавляйте, тщательно вымешать. А, давай добавляй тогда. Я думала, что туда надо, к муке. Нет, бабушка говорит, что надо муку сюда. Давай, теперь тогда муку, а я буду ее мешать. Замедленно. По-чуть-чуть. По-чуть-чуть. Будем замешивать тесто. Самое главное, чтобы у нас не получилась совсем плотная история, потому что нам отсюда мы ее будем выковыривать тогда для нашей формы. Вот. Напоминаю, что на самом деле достаточно простые и очень доступные ингредиенты сегодня в нашем меню. Вот это мед, искусственный мед, растительное масло, сахар, сода, орехи, мука, соответственно, яйца. Это все можете найти в сети магазинов Kaufman, за что им отдельно большое спасибо. Напоминаю, что там не только товары и продукты питания, но еще и всевозможные скидки, акции. Все вы можете найти именно здесь. Спасибо им огромное. Саша, добавляй. Вот. Говорим сегодня о Дне добрых дел. Это реально крутая история, которая касается жизни наших граждан не только Кишинева, а получается всей страны. Это какая-то международная связка, да? То есть в мире тоже же это происходит, да? Именно в этот день. 109 или 110. Мы путаемся с цифрой 109 или 110. Ну, я за 110, потому что она больше 109. 110 стран в этот день присоединяются и делают добрые дела по всему миру. Поэтому в День добрых дел, 14 апреля, можно стать частью мирового добра. Вот. То есть, как бы, чтобы вы понимали, да, не только вы молодец, а чтобы вы понимали, что в этот день собираются все молодцы. Да. Все добрые люди мира собираются для того, чтобы совершенно безвозмездно помочь другим людям, а может даже тем, кто плохой, даже и помочь стать добрее или просто-напросто добрыми. Еще? Я думаю, что да, можно. Да, да, чуть-чуть можно. И на самом деле в этот день мы будем друг друга видеть и узнавать. Почему? Потому что в этот день мы планируем, мы очень надеемся на то, что у каждого волонтера будет особая футболка GoodDeadsDay или Зиофаптилурбуник. Нам для этого нужно 7 тысяч футболок, естественно. Всего лишь-то. Да. А для этого нам нужно всего лишь-то, не на 17 тысяч, всего лишь-то. Вот. Поэтому, если вы желаете стать партнером, помочь нам каким-то образом. Стать тоже добрым партнером, да. партнером Дня Добрых Дел, то мы очень-очень рады и открыты. Ссылочки на инстаграм моих гостей, как всегда, по традиции внизу. Поэтому, пожалуйста, кто хочет внести лепту и в данном случае почувствовать свое мировое значение, да, то есть ваше добро не останется незамеченным, вот как раз в этот международный день вы можете это все сделать. Честно, мне кажется, что... Достаточно. Да-да-да, потому что это вот как раз та история, которая сейчас нужно будет пере... Ну, на самом деле, возвращаясь к Дню Добрых Дел, у нас уже достаточно, ну, недостаточно, а уже большое количество партнеров. Есть партнеры, которые поддерживают нас ежегодно, аккуратно. Выпишите. Все-таки, да-да-да. Да. Ежегодно это Министерство образования поддерживает нас. Следующих партнеров, наверное, мы называть не будем, потому что это коммерческая... Можно просто на окончание, да, дайте мне, пожалуйста, ложечку, да. Пожалуйста. Спасибо большое. Я сегодня выдаю ложки. Да, все отрицательно. Так что, Никита не медовик, Никита ложка. Да. Это столовые приборы. Никита, столовые приборы, и все, видите, как красиво все это тут расплескалось. А еще корица вот просто... Да, ты ее уже слышишь, да? А вот это вот, вот это... Это, мне кажется, что она в конце, нет, а там у нас бабуля... Так, выложить... Что-то, да? Снять эту форму. Ну, да, добавь. Добавляю. А это надо как-то перемешать или просто... Да, можно перемешать чуть-чуть. Давай, для того, чтобы перемешать, мы воспользуемся вот такой вот опцией. Вот она. Это будет очень много орехов, получается. Ну, знаете, не сникер все-таки, да-да-да, но мне кажется, что в данном случае эта история очень классная. Ну, в смысле, орехи, потому что это же здоровье. Ну, да, ну, то есть, вот. И оно как раз еще больше уплотняет наш вот этот вот чудесный медовик. То есть и мед, и орехи, смотри, это прямо... Памушка знала, о чем говорили. Памушка знала, что делать. Здоровье, здоровье. Да, то есть, Юрий, мед и орехи, которые можно так вот, ну, может быть, в жизни не очень удается где-то съесть. А тут, посмотрите, как раз лучший, наверное, вариант и к чаю, и кофе, и к чему угодно. Так, ну что, тогда раз вы уже ближе к технике Беко, мои уважаемые любимые гости, берите тогда эту штуковину. Ну, украшать не будем? Потом. Это потом, потом. Нет, это уже, да, это точно уже в конце. Украшать не будем. Вот, и несем тогда в духовочку Беко, которую мы сейчас, внимание, запускаем с режимом вентиляции, ставим на 180 градусов. Оп, давайте, 180, отлично. На среднюю полочку. Есть. И пока мы ожидаем, естественно, приготовления этого замечательного пирога, мы предлагаем вашему вниманию небольшой отчет за проделанную работу уже за все предыдущие годы, чтобы вы видели и понимали, что это не инициатива просто двух людей, это инициатива тысяч, сотни тысяч, миллионов людей на всей нашей планете все-таки провести этот великолепный день добрых дел. Внимание на экран. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Так, дорогие друзья, время пролетело очень быстро, потому что вы, конечно, были увлечены сейчас всеми процессами на ваших телевизионных экранах, где, естественно, вы видели, как работает вот эта вот инициатива Дня Добрых дел. И сегодня и Никита, и Саша вот сегодня с нами в студии помогли приготовить вот этот чудесный темный, да, он называется темный медовик, и в данном случае это, сразу вам скажу, это не перегар, ну, в плане не перегорело, да, это прям действительно сам медовик, который вот здесь у нас сейчас темненький, симпатичный. Темненький, симпатичный. Сейчас я даю ему возможность немножко все-таки остыть, да, чуть-чуть мы его, так сказать, раскроем, потому что внутри он очень нежный, и действительно надо этому блюду дать остыть, и сейчас для того, чтобы получилась красивая красота, у меня есть одна интересная задумка, надеюсь, она у меня сейчас тоже получится. Пожалуйста. Давай тогда. Значит, а пока орехи не трогаем? Пока. Мы берем это. Да, мы берем это, и смотри, даю тебе даже лайфхак, ты можешь не нажимать все время, а прям так слегка постукивая, да, вот так вот, да, осыпь его сейчас сахарной пудрой, да, смелее, не бойся, не бойся, мы его сейчас покроем белым-белым, белым-белым, белым-белым. А что, сейчас, вот так вот, отлично. Орешки, пожалуйста. Да, ну теперь смотри, как я бы хотел орешки. Так, Г, да, нам нужно Г. Я хочу выложить сейчас из аренков. Ага. Вот такую вот историю. Сейчас, сейчас, сейчас. Так, вы напомните нашим телезрителям, пожалуйста, когда им ожидать этого дня добрых дел. 14 апреля, день добрых дел, когда все могут присоединиться к волонтерскому движению и большим-большим количеством людей, 7 тысяч человек, выйти и помочь тем, кто нуждается сделать добрые дел. То есть это не мажь, да, там, митинг чего-то там, это наоборот, это действиями, то есть не словами, а именно действиями, вот. Именно действиями, именно в этот день. Но это не значит, что Республиканский волонтерский центр занимается добрыми делами только один раз в году. Ни в коем случае. Очень много, более 40 долгосрочных проектов у нас есть. И если вы хотите стать волонтером, это можно. Забегайте к нам на сайт rvc.md, либо в социальные сети. Там наши координаторы вам обязательно помогут и подскажут. Да. И мы поможем организовать, ну, поможем придумать акцию также на День добрых дел, если вдруг нет идей. А еще тогда скажите мне, пожалуйста, по поводу... А, ну, так все-таки, да, лучше работать? А теперь скажите мне, пожалуйста, есть ли какие-то ограничения возрастные, то есть кто может, ну, примкнуть и к организации, и принять участие в Дне добрых делов? Волонтерством в нашей стране официально можно заниматься с 14 лет. А, да? Да. Согласие родителей. Согласие родителей. Да. Конечно. В 16 уже без. В 16 уже без, поэтому, в принципе, возрастных ограничений как таковых нет. Мы призываем семьи заниматься волонтерством, потому что семейное волонтерство в нашем центре тоже очень развито. Ну, чем больше людей, чем больше семей вовлекаются в волонтерство, тем лучше. На самом деле классно, когда разные компании организуют какой-то тимбилдинг, не куда-то пойти посидеть, а есть возможность сделать доброе дело всем вместе в свое свободное время от работы и провести это время. Так что вы можете провести это время действительно с пользой. Сейчас мы из орехов выложили Г, Д, Д, то есть если мы развернем сейчас вот так вот, чтобы камера считала верхнее, и вам было видно. Но почему оно так? Вон, кажется, как будто Михаил, оно как будто немножко не считывается. Во-первых, орехи изначально там внутри, если перечислять ингредиенты, то у нас, во-первых, нам не нужно это все по памяти, у нас есть вот такая вот замечательная книжка «40 рецептов еврейской бабушки любимой». Вот, у нас здесь 5 яиц, у нас здесь 250 граммов сахара, 2 столовые ложки искусственного меда, 3 столовые ложки натурального меда. Дальше сюда у нас ушла 1 чайная ложка корицы, столовая сода по вашему желанию гасить, не гасить уксусом, мы ее гасили. Дальше у нас мука 350-400 граммов и орехи, которые Никита так четенько все ловко сделал. Я хочу, кстати, показать на камеру, посмотрите, вот и вот, то есть у нас прям идентично. Идентично, и запекаться это у вас будет при 180 градусах 50 минут. И что самое интересное, ни минутой позже, ни минутой раньше, понимаете, ровно 50 минут, как будто бабушка прям сдала, потому что, ну, всегда опытные хозяйки проверяют, да, и будем говорить откровенно, мы тыкали его чуть-чуть, чтобы проверить. И вначале над первым тыканье нам показалось, что, может быть, мы мало добавили муки, и он не схватится. Потом получилось, что абсолютно интересная история. Но что сейчас будет происходить, и каким образом наш красивый трафарет, наконец-таки, будет выглядеть в финале. Теперь, смотрите, я должен очень аккуратно отсюда орешки убрать, и теперь их отправить по периметру, как вы видите. Какая интересная история. Да, и у нас теперь вот здесь вот сформируется как раз надпись из... Да, да, да. Вот, вот, понимаешь, вот оно, D, вот оно. Теперь мы забираем вот это вот. Я просто, если скажу эту букву, подумаю, что у нас не очень хороший пирог. Вот. Но пирог хороший. Но пирог хороший. Вот еще можем дорисовать как раз подчатки. И вот этот вот тоже D. Это вот мы сюда. Сейчас мы этим все украсим отдельно. Я просто думаю, что не играться так долго. Так, есть. И напоминаю, что все эти ингредиенты вы можете, естественно, найти в сети магазинов Калфын. Вот, good day. И сейчас эти орешки, они все равно, мы их утилизируем, они все равно идут в наш пирог. Пока он горячий, бабушка рекомендует его не есть. Все-таки дайте ему немножко остыть. Это очень важно. И я сейчас поспешу еще немножко порадовать своих гостей. Правда, к определенному, наверное, где-то, к сожалению, я не знаю, каким образом вы сейчас будете драться за это. Прямо драться? Ну, я не знаю, как, Никита, вы поступите, потому что в данном случае вся теперь ответственность будет лежать на вас. Естественно. Я не знаю, как сказать, с себя ответственность все-таки снимаю. Вот, потому что у нас есть действительно наши партнеры. В данном случае я говорю про магазин Top Shop, которые, ну, благодаря нашему каналу и моим коллегам, которые ведут утреннюю программу, естественно, рассказывают вам периодически об этих чудесных сковородках, потому что у них уникальное покрытие. И уникальное оно тем, что оно отличается от стандартных каких-то сковородок. Отличается тем, что, во-первых, быстрее нагревается. Поэтому, если вы привыкли, не знаю, там, картошку жарить или что-то делать на какой-то опции, там, не знаю, семерки-восьмерки индукционной плиты либо на каком-то среднем огне, знайте, что оно нагревается гораздо быстрее. Соответственно, то привычное время, которое вы тратите, оно здесь может заставить ваше блюдо подгореть. Но если вы все правильно используете, то, естественно, у вас будет непригорающая поверхность, у вас будет долгосрочность и долгожительство, говорит Никита. Вот эта сковородка будет служить вам долго. Ху, ведущий телевидения. Вот, поэтому я дарю ее вам. У нас рассчитано по такому подарку на программу, поэтому, я не знаю, вот так вот я дарю. Значит, соответственно, Саша достается круглая часть, Никите ручка. Все правильно. Но я думаю, что мы с Сашей сделаем следующий выбор в пользу этой сковороды и оставим ее не себе, а оставим кому-нибудь из волонтерского центра. Есть уверенные люди, которым точно понадобится новая сковорода. Вообще, я считаю, что уверенным людям надо есть. Да, сковорода, которая, опять же, может быть, какой-нибудь из этих бабушек, которые написали эти прекрасные рецепты. Кстати, за это вам отдельно, как говорят, todo roba, спасибо большое, потому что, ну или gracias, потому что эта сковорода сделана в Испании, и теперь посмотрите, как весь мир замыкается вокруг Дня Добрых Дел. Даже в нашей программе, несмотря на то, что День Добрых Дел ожидает вас 14 апреля, мы уже начинаем показывать своим личным примером, как это все будет происходить. Поэтому за ваше мудрое решение отдельное спасибо. Прям вот это уже сразу видно, что добрых людей в нашем городе становится все больше и больше. Не знаю, мне всегда хочется в это верить. Я всегда прям жду с нетерпением еще каких-то положительных, хороших новостей. А я всегда так говорю, даже и детей своих воспитываю. На самом деле все от людей зависит. Точно так же, как работает любой эффект телевидения, если бы здесь вам сейчас просто показывали бы пирог, и шел какой-то закадровый голос, вам, возможно, не было бы так интересно. Но когда есть наши эмоции, есть люди, есть наши взгляды, есть наша какая-то энергетика, харизма, это все направляется именно вам. Ну и вот этот символ, если вы увидите, или вообще как бы, ну, желательно, если вы только сейчас включили программу, подписаться на моих гостей. Обязательно. Потому что они вам быстрее смогут в этом плане помочь. Мы желаем вам приятного аппетита, и будьте всегда добрыми. Поверьте, добро всегда побеждает зло. Всем приятного аппетита, пока. Спонсор показа Бико. Новая встраиваемая техника Бико, вдохновленная красотой природы. Новая встраиваемая техника Бико, вдохновленная красотой природы. При более пристальном взгляде, технология продукта тебя удивит. Сохраняет витамины А и С в овощах и фруктах в течение длительного времени. И помогает готовить на высочайшем уровне. Бико – гармоничное сочетание дизайна и эффективности. Для здорового образа жизни. Вдохновленные красотой природы. Техника Бико. С гарантией 5 лет. Редактор субтитров А.Семкин